Карантин и рождаемость детей. Как связаны эти две вещи, казалось бы, несовместимы? И сегодня я хочу поговорить о том, как влияет карантин на рождаемость детей. Здравия, друзья, новосты. С вами Ярослав Матер Воронцов, Академия Семен-ношений Ведодома и Тренинг Центр Гри Майн Лайф. Мы обсуждаем вопросы мирных отношений. И сегодня, общавшись с друзьями, меня осенила такая идея. Друзья подсказали еще пару хороших подсказочек о вопросе рождаемости детей, которая увеличится через 9 месяцев в связи с этим карантином. То есть, что происходит? В моем понимании, смотрите, будет у нас бэйби-бум. Помимо всех других прочих сайд-эффектов, побочных эффектов, которые произойдут, последствия окончания этого карантина, еще много чего мы будем узнавать, сюрприз-сюрприз, будем удивляться. Но, самое очевидное, то, что все у нас сегодня уже знают, это, конечно же, логично. Это мы говорим о том, что, поскольку я записывал предыдущую аудио на улице, техническая причина просто перерыва. Ну, сейчас пытаюсь по второму разу записать вам это видео. Итак, смотрите, что происходит. Давайте вспомним, что у нас происходит. Прежде всего, какие интересные стороны. В обычной жизни до карантина у нас не было такого плотного общения в семейном кругу, вот, в окруженном, в узком окружении. Это муж, жена, там еще и теща, если дай бог кто-то живет, дети, родители, возможно, кто-то живет. Это большое напряжение, верно? И вот это огромное испытание. Прежде всего, это испытание. Это испытание для семейной пары. И я тут выделяю такие две категории людей, минимум, которые проявляются в это время. Первая категория людей – это те люди, которые начнут вспоминать, откапывать болячки, недовыраженные обиды, проблемы, выкапывать, вытаскивать то, что было закопано где-то в погребе, из-под шкафа, из-под коврика, вытаскивать эти всякие проблемы, обиды. Ну и главное, знаете, главное, чтобы только началась вот только маленькая какая-то ссора, и за ней вереница всех вопросов пойдет. Не дурно говорят. Хочешь узнать, что в кувшине? Тронь его. Человеку кувшин. Задень его за больное место, и ты сразу узнаешь, что в нем внутри. И вот первая категория людей – это которые на кухонном поле битвы, скажем так, или переговоров, стычки. Да, сначала возникает, что конфликты, дискуссии, которые перестают в баталии. Перестают в баталии, где как раз вызливается вся вот эта недовыговоренная, закопанные вот эти все обиды, проблемы. И эти люди, не в состоянии их решить, потому что они не владеют полной практикой прощения, которая... Тут маленькая рекламка такая, да, которую мы проводим в нашем Академии Веда Дом и Тренинг-Центре Грии Май Лайф. Да, у нас здесь полная практика прощения. Кто хочет знать больше полной практики прощения, набейте хэштег 3П. Хэштег и П-П-П. Или хэштег полная практика прощения. Вы знаете больше о том, чем мы занимаемся. И как мы можем помочь вам принять ваши прошлые обиды, как урок из благодарности. И как создать условия, чтобы у вас больше не было условий для того, чтобы обижаться. Так вот, те люди, которые не прошли нашу полную практику прощения, у кого есть обиды, и вот они их выкладывают, 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 и их так много, что они не смогли с ними справиться. И как результат, что их накал страстей улетелся еще больше, и как результат, муж уехал в гараж или на дачу, жена осталась дома с детишками, ну и так далее. То есть, как бы, страсти накалились еще хуже. Ну и в принципе в этом тоже нет ничего плохого. Почему? Потому что в данном случае пара получила, что? Боль. Для чего нам нужна боль? Ну мы знаем уже миллион раз, мы говорили, для чего нам нужна боль. Боль нужна для того, чтобы столько ее наесться, чтобы уже невозможно было терпеть. Чтобы захотелось вот просто встать и побежать в сторону того, где же эта радость и счастье. И вот хватит этого, понимаешь, болеть. Но если человек еще прокватывает, еще живет с этой болью, значит еще мало. Значит надо еще, понимаешь, болеть. И когда вот боли будет уже нестерпимое количество, тогда появится мотивация, как начать жить радостно и счастливо. Окей? Итак, это вот польза, которую они получат от того, что они вот создадут друг другу боль. Боль заставит их задуматься, как же все-таки жить счастливым. Где это счастье? Для чего мы с тобой женились, дорогая? Ведь когда мы встречались, все было так красиво и хорошо. И мы любили друг друга. И говорили, что до конца дней нашей мы будем в радости, в счастье и в богатстве. Будем любить и все будет у нас хорошо. А куда же тут у нас все делается? А вот куда она одевается? Это как раз то, когда вот у нас мы не решаем проблемы, не решаем обиды. Когда мы не умеем общаться, когда мы говорим одно, а сказал один, а десять в уме. И ему ты сам догадайся, что же я там хотел тебе сказать. Окей? Ладно, это отдельная тема, не будем ничего себе обсуждать. Уже у нас в других видео достаточно много вопросов, как решать конфликт. Сегодня я же хочу задать ваше внимание на том осеннении, которое мне пришло. Ну и уверен, что вы все об этом тоже знаете. В моем понимании, тезис какой основной, что по окончании этого периода, через 9 месяцев будет огромный бэйби-бум. Бэйби-бум, который вот как был после Второй мировой войны, когда солдаты наши, деды, вернулись с войны, и вот жены, которые так долго ждали своих мужей дорогих, вот от радости решили наплодить детишек нам. И бэйби-бум такой вот. Есть такое понимание бэйби-бум. Основновение какого-то народа, да, то есть как бы инстинкт самосохранения так строен, что мы порождаемся. Ну да ладно. Так вот, вот те, которые были, решали свои проблемы, которые не решили, вот у них появится боль, они увидят, что у них есть много чего нерешенного. Это поможет им осознать и, в конце концов, когда накопят много боли, начинать двигаться дальше. Теперь вторая группа, которая более радостная для нас, хотя в принципе та и та, каждый просто находится на своем пути. Вторая группа, которая более позитивная, это те люди, которые общались тоже в дебатах, вот вытащили тоже, да, вытащили свои задачи, свои проблемы, и они их порешали. Вот на кухне они превратили поле брани, да, из поля дискуссии, они превратили это в баталии, поле брани, они превратили это в место для радости, счастья, для любви. То есть они, пообщавшись, поговорив, решили все вопросы, обнялись, поцеловались и решили закрепить ихний союз, ихние договоренности. И вот я уверен, что эти люди, которые нашли общий язык, которые укрепили свои отношения из-за того, что они нашли способ общаться, объясняться, простили друг друга, порадовали, наметили новые пути саморазвития, наметили планы, куда они поедут, вот лето, близится, да, где лето проведут, наверняка многие захотят поехать на фестиваль Аватар, йога-фестиваль в Одессе, на сказочный город Киев, потом в Одессе, надеюсь, что он у нас будет, ну и другие фестивали, которые есть, йога-самы-тест, прекрасный фестиваль тоже в Одессе, то есть много прекрасных фестивалей, где можно еще лучше укрепить знания, улучшить знания и укрепить свои отношения в семейных и межлистных отношениях. То есть, друзья, если вы в наших краях, пожалуйста, приезжайте на наши фестивали, участвуйте и посещайте мастер-классы, которые помогут вам улучшить ваши семейные отношения. Так вот, вот эта группа людей, у которых все хорошо, которые радостные, счастливые, у них родятся дети, у них родятся дети, и знаете, что, мне кажется, что очень важно, это будут особые души, которые придут в эти тела, зачатые в это время. Почему? Потому что это же надо вот эту мудрость такую иметь огромную, чтобы вот найти общий язык своим партнерам и решить те вопросы, которые не решались годами. Годами. То есть те люди, которые вот полюбились, порадовались, несмотря на то, что вот они находятся в такой стрессовой ситуации, да, вот, быть вместе целый месяц, а для многих это действительно стресс, потому что он обычно, муж утром уходит, вечером приходит, но только на выходные, а тут он целыми днями, собака дома сидит и видит, что я в Инстаграме сижу, и говорит, жена, сколько можно в Инстаграме сидеть? Давай что-то есть, давай что-то любовью заниматься, давай что-то делать нормально, оцепись от Инстаграма, сколько можно. И вот они, превзоходя вот эти вот трудности, препятствия, нахлышали общий язык, и говорят, что эти люди мудрые, да, эти люди мудрые. И эти люди, конечно же, мудрые в радости, в любви и благости, конечно же, они приведут в этот мир новые замечательные души. Так что, друзья, вот такие две новости. Одна первая новость, люди, которые не смогли договориться, но вскрыли свои болячки, получили боль, и они теперь знают, на чем надо работать. Надеюсь, они накопят больше болей для того, чтобы появилось желание развиваться. Ну, и узнали о том, какие у них проблемы, что было под ковром. Ну, а те, кто более мудрее, кто более разговорчивый, они, что они, вот, превзошли все разногласия, проявили свою мудрость, и вот эти люди, конечно же, придут в свет новый наш, мудрых новых людей, новые души. И это будут не просто бэйби бум, а это будет бэйби бум, это будут, как они там, индиго называли, да, дети индиго. Бэйби бум индигос, индигос бэйби бум. Бэйби бум индигос бум. Очевидно. В общем, будет много благостных детей, которые придут через 9 месяцев, друзья. Так что, а ну, а вот те, кто бизнесмены, кстати, думайте, вы знаете, это прекрасная подсказка, производители, те люди, которые делают бизнес, подумайте, какой будет спрос, на что будет спрос через 9 месяцев. Подумайте, это будет хорошая подсказка. Проверим, что будет через 9 месяцев. Сегодня у нас 23 апреля 2020. Мы находимся в Индии. Мы должны находиться в Индии. Я чувствую, что будет у нас на Украине. Ну, и не только на Украине. В принципе, я думаю, что это будет везде, во всем мире. Это же во всем мире будет увеличение количества населения. Это просто будет, ну, просто будет обвал. Ну, я не знаю, китайцы. Там у них вроде ограничения, сколько детей можно рожать. Но во всех остальных местах, где нет ограничений, я думаю, этот прирост будет хороший. Так что, друзья, посмотрим, что будет через 9 месяцев. Окей. Ну, вот, пожалуй, все. Это были мои такие скромные осознания, которые мне подсказали мои друзья. И я с вами поделюсь. Всем любви и радости, живите в благости, любите друг друга, решайте вопросы, решайте мирно, в благости. И помните, что нет ситуаций плохих или хороших. Все здесь в нашем мире. Есть ситуации, которые нам нужны для нашего опыта. Относитесь к ему с опытом. Помните, что все нужно для нашего счастья и радости. Проходя новый опыт, мы оживляем пространство радости и счастья. Ну, пожалуйста, все, друзья. Ваши дополнения, исправления, пожелания, добро пожаловать в наш канал Ведаду, в Телеграм и на Ютьюб. А с вами Ярослав Мудрый Воронцов. Как всегда, Академия отношений Ведаду и тренинг и центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю. Ну, и ты тоже знаешь. Ты это можешь делать. Радуйся жизни вместе с нами. Намасте. Продолжение следует... Продолжение следует...